Музыка Привет, я Саша и вы глядите Inbetween, программу, которую специально для вас рыхтуют студенты Европейского гуманитарного университета у Вильни. Чему я сегодня с ровером? Потому что тема нашей программы – мобильность. Как заставаться мобильным, не глядячи на пирожкоды? Как доведаться и почуть про новое место крыху больше зазвычайных туристов, а ли при этом застаться у межих минимального бюджета? Про все гэта далее у нашей программы. Сегодня я расповеду вам про то, як подорожничать без допомоги турфирмам, необходности ночи у автобусов и самолетах, альбо набывать дорогие квитки. И при этом я кажу зусим не про интернет-серфинг, сябро у фейсбуку, альбо смс-листование. А снова подорожу, про який мы будем разважать сегодня – гэта открытость свету, життю, нешиканным здоровьем и новым контактам. Признайтесь, лето уже наткнило вас на думки о будущих вандровках. Гости нашей студии и репортажи сегодняшнего выпуска расскажут вам про то, як здействовать вандровку свою мари. Давайте поговорим про то, як заставаться мобильным в умовах сучасного города. Мода на роверы? Эта актуальна для Вильни. Гавриил Смагаржевский – белорусский студент Европейского гуманитарного университета в Вильни. Он вельми цікавится роверами. Уже 15 лет они появляются частью его жизни. Гавриил – организатор первого велопробега белорусских студентов в Вильни. Сейчас Гавриил собирается поехать в центр города на роверы. Там ген сострянется с іншими отделниками мероприемства. И усе разом гены поедут кататься по Вильни. Гэта и студенты из Беларуси. Дома гены не так часто ездят на роверах. Але у Вильни гены катаются при каждой махчымасте. И прамают суддел у таких мероприемствах, як сёняшние. Гэта отбывается дякуючи тому, что тут створены чудовные умовы. В Вильни все намного лучше, потому что все намного ближе. Старый город, ты близко доехать до старого города. Старый город красивый, можно поездить. Улицы узкие и приятно на велосипеде кататься. Минск он все-таки очень большой и достаточно сложно ехать там из одного конца в другой. И центра как такового для велосипеда нету. Поэтому тут мне больше нравится. Но в Минске тоже хорошо покататься. Феликс Акерман, выкладчик ЕГУ, завсёды ездит на роверы на працу. У него нема автомобиля, але есть великий досвід керування ровером. И он побывал в шматляких краинах. У тым леку – в Беларуси. И он каже, что Вильня – это чудовное место лета хокап кататься. Все зависит от людей. Вот в Беларуси смотрят на велосипедистов как на полных идиотов просто. Ну, как бы таких, ну, деревня приехала, там, ещё что-то. Ну, это одно, что вот сами люди, как бы, они не катаются просто в ежедневном плане. У Вильня роверысты – павноправные керовцы. Агульное движение роверных дорог у Вильня – каляста километров, что в четыре раза больше, чем у Минску. При этом населинство у Вильня – в четыре раза меньше. Входка у тотейших же хоров будет мягчимость арендовать роверы безкоштовна. Франк Вурфт – владельник агентства по арендзі роверов. Он каже, что в даденый момент популярность этого вида отпочинка повеличилась на 20%. У Вильня існує велотуризм. Прикладзено пять туристичных маршрутов по гістеричных и самых малявничьих месті на городе. Колькость клиентов залежать от надвори, а дня ты дня. Наприклад, с пятницы по неделю больше льтовцев, а тягом працевного дня больше замежных гостей. Некоторые люди арендуют с роверы на каляды и на Новый год. Основным – это русские, ты, кто проезжает из Москвы и из Минска. Тому, что тут для них вельмість прияльное надвори. У Вильня шмат стоянок для роверов и специальных дорожек. Нема высоких бордюров. Однако, навы тут ситуация не идеальна. Это связано с тем, что у Вильня вылучается недостатково грошу на развитие умов для велотранспорта. Два годы тому было выдано больше 200 тысяч лет, однако этого недостатково. В этом годе мер города обещал выправить склавшуюся ситуацию и в будущем вылучить больше грошей. У паравнанні з іншымі пасавецкімі країнамі у Вильні умовы для роварысту значна лепшая. Аднак у паравнанні з країнами ёвразвязу гэтага аказываецца недостатково. Сегодня гостя нашей студії студентка Европейского гуманитарного университету Лина Новик. Привітань, Лина. Добрый день. Лина, скажи нам, калиласка, что для тебе больше зручно – шпицеровать, користаться громадским транспортом, альбомах, чем користаться роваром? Ну, персонально мне больше всего нравится ходить пешком. Но при этом я абсолютно не настраиваю людей, не заставляю их поступать так же, как я. И сейчас очень много велосипедистов появилось на улицах Вильнюса, и, по-моему, это позитивная тенденция. Як ти думаєш, воськалі казати менавіта про Менск, на кольке там гэтага інфраструктура развита і чого там не хапає? Ну, честно говоря, про Минск я ничего не могу сказать, потому что я сама из Гродно. Прокородність. В Гродно практически вообще нет никаких возможностей ездить на велосипеде. Вообще, ну, то есть там даже, я даже не могу вспомнить ни одной велодорожки или какого-нибудь велосипедного знака, да, что велодорожка. Возможно, они есть, но просто я хожу не в тех, не теми маршрутами, да, пешком. Ну, просто это небо и земля, если сравнить Вильнюсу и Гродно, это просто небо и земля. В то же время, как бы, нету такой, ну, потребности, нету какого-то такого запроса общественного, да. То есть люди, как бы, они не ездят в городской черте на велосипедах, и они, как бы, ну, они даже не понимают, что с этим не так. Дякую, Алина, за такий цікавый расповед. И сейчас мы сможем с тобой поглядеть, как еще одна наша студентка Европейского гуманитарного университета здесь нела свою мару поспробовать новый тип вандровать. И при этом не потратить грошей больше, чем у нее было. Давай поглядим. Гэта Лера. Яна займаецца аутостопом уже пять год и объехала таким чыным амалюсю Европу. Ну, вообще, конечно, одесное правило это не стоять на автобане, то есть надо стоять или на заправке, или на остановке, или еще где-то, но не на трассе, потому что будут проблемы с полицией. Ну, проблемы с полицией, они каждый раз случаются, то есть, ну, именно в европейских странах, типа Германии, Франции. На самой справе аутостоп гэта не спонтанная подорожа, а добра спланованная вандровка. Головная гэта продумать маршрут и доведаться, як мага болей, про краину, куда сбираешься поехать. Ну, я, допустим, с газовым баллончиком всегда езжу. Ну, я, в принципе, с ним хожу всегда, вот, на всякий случай. А так, как бы, желательно, если едешь куда-то далеко, чтобы была карта, именно карта автомобильных дорог и, да, газовый баллончик, ну, как бы, на всякий случай, потому что мало ли. Ну, если едешь по Беларуси, то фликер. Адмедной рысой кожнага аутостопера з'являецца рукзак, у яким знаходзецца самая необходная речи, напрыклад, пашпорт, карта и аптымизм. С кожным годом колькость аутостоперов повеличивается, тому я не объедновываються у Вильги. Так, у Вильги больше 20 вописных клубов и контролируют. Кожен путь у меня на одной рожной школе, кожен год спорта, на одной рожной школе. А для тех, кто не мая в опыту, проводят лекции и семинары, в них можно довериться про все остальные вискости аутостопера. Вильги походят по похожему принципу, как соревнования по ориентированию. Есть контрольные пункты, в которых надо отмедляться и как можно быстрее вернуться на финиш. Столько здесь все проходит автостопом. Али люди по-розному ставятся до аутостоп. Адны лечатся это небеспечным, али иншие отремливают с довольнения от подобного роду подорожжу. На самом деле я не очень люблю путешествовать аутостопом. Мне больше нравится летать на самолетах. Но это такой экстрим, приключение, и каждый человек, наверное, должен это попробовать когда-нибудь в жизни. Когда я был студентом, я всегда пользовался этим, всегда пользовался. Но теперь, потому что очень много происшествий и отрицательных происшествий, которые насилование, ограбление, я очень как-то смотрю, очень подождительно и очень, ну как сказать, минус, минус. Мне не подобается аутостоп. Я довольно часто езжу до дома, особенно когда я добрый на дворе. Я сама не езжу, но которые на дороге стоят люди, я всегда останавливаюсь и подвожу. Лепи из-за усё вандровать подвое. Так усталявалось, что пара, девчонки и хлопец, заусёды выкликает довер у водителя, от якого далей залежит лёс подорожника. Аутостоп – это стиль життя, али у любой ситуации треба памятать, что нельга озираться назад и опускать руки. А у чего всё-таки перевага, миновито, аутоспыну перед классическими видами вандровок? Ну, во-первых, это общение. В любом случае это общение с новыми людьми, какие-то знакомства, которые даже, как бы, возможно, с этими людьми ты больше никогда не увидишься в жизни. Но в этом именно, как бы, и прелесть общения с ними. А во-вторых, лично я очень часто автостопом добиралась намного быстрее, чем могла бы добраться регулярным транспортом. Особенно это касается тех случаев, когда нужно пересекать белорусско-литовскую границу. Потому что, как бы, если едешь автостопом, то есть возможность перейти её пешком. И не надо стоять в очередях. Плюс, как бы, то есть с Минском, да, прямое соединение. С Гротной, например, нет. Ну, и с теми восточной, западной части, соответственно. То есть есть возможность не тратить время на пересадки, там, ну, ждать очередной автобус. Ну, это, по-моему, замечательно. Да, я так само так думаю, когда я вельми добро разумею. А вот, как отбывается коммуникация по меж аутоспинщикам и кировцей, и кейгу везде? Ну, когда я только начинала ездить, у меня, ну, я прочитала море всяких книжек, форумов про автостоп. И я считала, что, ну, это просто моя обязанность, да, заговорить там с водителем, рассказать ему миллион интереснейших историй из моей жизни. Вот, потому что считается у автостопщиков, что это такой своеобразный способ оплаты за проезд. То есть, как правило, ты не платишь деньгами, но ты водителя развлекаешь. Позже я поняла, что многие водители тебя вообще не за этим берут. Они берут автостопщиков, ну, просто потому что, ну, просто потому что им не жалко, да. То есть, как бы, они все равно едут в этом направлении, почему не помочь людям? То есть, тут все зависит от ситуации. И мне кажется, такой, как бы, ну, хороший автостопщик, если можно вообще так сказать, он, как бы, должен чувствовать, когда с человеком стоит заговорить, когда лучше там замолчать и уставиться в свое окошко. Треба еще быть таким и психологом. Ну, не помешает. Мне кажется, всегда нужно немножко быть отчасти психологом. А в каких краинах лучше все спынить? Вот, кстати, Литва совершенно такая хич-хайкин-френдли, я бы сказала, страна. Как бы, ну, могу объяснить, почему. Во-первых, когда развалился Союз, как я поняла из разговоров с теми людьми, которые подвозили меня, как бы, регулярный транспорт ходил очень плохо. И порой из того же Друскининка добраться до Вильнюса было крайне проблематично. Ну, я имею в виду автобусы, например. Они просто не приходили. И тогда людям ничего не оставалось, как действительно выходить на дорогу, поднимать руку, останавливать машины и как-то, как мы говорим с друзьями на оленях, на собаках, добираться до нужной точки. Соответственно, как бы у людей выработалось такое, как бы, ну, понимание, приятие, что ли, такого феномена, как автостоп. И, ну, как, опять же, как я поняла, те люди, которые хоть когда-нибудь, хоть раз пытались куда-то доехать автостопом, они уже совершенно по-другому относятся к другим стопщикам, нежели те, которые никогда в жизни с этим не сталкивались. В то же время очень много молодых литовцев, когда открылись границы уже Евросоюза, очень многие отправились путешествовать по Европе. И многие из них уже вернулись в Литву, то есть они там заработали свой первый миллион, да, вот, вернулись в Литву, и у них уже, вот, у этого нового поколения тоже есть, как бы, свое понимание автостопа. Они, скорее всего, тебя тоже не оставят на дороге, там, в дождь и снег стоять, мерзнуть, плакать. Ну, то есть, вот, тут, в общем, сама историческая ситуация, да, способствовала тому, чтобы, ну, тому, что мы имеем. Вот. Дякулина, вельми цикавый оповед на самой справе. И зараз мы сможем поглядеть сюжет про то, як вандровать и не быть звучайным туристом, як доведываться про життя людей у тым месте, куды ты приезжаешь. И прыгэтам убачить нашмат больше, чем ты побачил, калеб застался у готэля. Давай поглядзим. У литеральным перакладе с английской, курсовшинг означает пошук канапы. У вогулиш, гэта социальная сетка, дзя махчым азнасти людей, у яких можна бесплатно спыниться, тіто на нож, ті на цэлый тыдзень, а маль, што ў любым хорадзе планеты. Але варто разуметь, што гэта не просто способ сэканоміць хрошы. Это зависит от незнакомого человека и от тебя самого, насколько вы совпадаете. Потому что я, в принципе, не люблю быть чрезмерно скромным, на что мне многие пеняют. И, соответственно, если я вижу, что я могу себя чувствовать как дома, тогда мне комфортно. Если я этого не вижу, мне дискомфортно. Всё просто. Яна, студентка ЙГУ, з допомоги курссёрфинга спынилася у трёх итальянских городах Милан, Бергамо, Венецея. Їй пошансовала. Усе, у кого я нас спынилася, опынулися на самом деле надеянными. Ну, сначала немного мы переживали, потому что ты не знаешь, что с тобой случится, встретит тебя каучсёрфер или нет, надёжный он или нет, и первый раз в жизни видишь этого человека. Но на сайте каучсёрфинг есть опция верификации. То есть каучсёрфер платит деньги, и сайт подтверждает то, что он настоящий человек. То есть он проходит таким образом проверку. И мы выбрали именно верифицированных каучсёрферов, и у них остановились. Але не за всё это всё складывается так добра. От ночи Гавриилу, який давно выкорастовывает каучсёрфинг, у осла давялось ночи на улице, у десятикратусный мороз. Девчина, якая сгодилася принять хлопца и его сябров, у опошний момент им у гэты матмовила, але нават такий досвид не спыняет Гавриила. Меня это никогда не останавливало. В любое путешествие есть доля риска, соответственно, каучсёрфинг – это тоже ещё больше риск, но ты получаешь намного больше. Доволю шмат вандроников, увоголи не шукаю места, где спыниться. Часами мне обходна просто консультация по тем-те и иншим питаниям. Отремать её можно на сторонках разностайных суполок, якие присвячены розным городам и краинам. Рамис Сирии зараз навышается у Литве. Каучсёрфинг допомог ему знайсти тут новых сябров, а зараз я не сам допомагаю іншим зареянтоваться у Вильню. Я допомагаю замежникам, які проезжаюць у Вильню і жадаюць, каб хто-небудь показал им город, распавел што-небудь цікавое про тея месцы, які я не убачить. Именно віта так приймаю ўдзел у каучсёрфинг. Вольная канапа не адзінае, што можна знайсти прассетку. Каучсёрфинг – гэта супольнаць місцовых жахаров, які я завсёда готовае да помахчы вам. Часам вы едзіць ў незнайомый город, у вас ёсць грошы і усе остатнє, але просто не ведзіць, што робіць далей. Тут на дапамогу приходзіць каучсёрферы. Яны приставіць вас мясцовой супольнаці, дапамогуць вам, як кажуць, растапіць лёд. У вас тады знікаець страх перад гэтым городам. Гэта яшчай культурный абмен. Такім чынам, каучсёрфинг – гэта яшчай спосаб пазнаёміцца с цікавымі людзіми з розных краін свету. Дзя спыніцца ў Вільню, студент з Мексіки «Эфрэнс» знайшоў таксама прас каучсёрфинг. Я састреў в адатнах людзіў ў Вільні. Я панаваў пабыць тут ўсяхо два дні, але вырашаў застацца ёшчэн адзін. Я б хаціў пабыць тут і больш, але муш ўёхаць далей ў Фінляндую. А зараз я ёду ў Каунас, дзі мене шыкаў мой наступный каучсёрфер. І гэта крута. Дзі мене шыкаў пабыць тут ёшчэн адзін. Ізвестны такие случаи, когда в последний момент у каучсёрферов обнаруживались какие-то важные дела, і в последний момент вони отказывали своім гостям в приёме. Конечно, есть какие-то... Скажем так, со стороны кажется, что есть и другие риски. Они, конечно, есть. Но система каучсёрфинга так хорошо отлажена, что они просто сводятся к минимуму. И мне кажется, о них даже не стоит говорить. То есть это очень частные случаи. Лина, а куды ты сбираешся ехать к этим летам? Ты знаешь, я не совсем определилась, куда я поеду на этих выходных. Поэтому мне кажется, о лете ещё рановато говорить. Но куда-нибудь, я думаю, надеюсь, поеду. Дякую тебе великий за размову и добрых тебе вандровок. Спасибо большое. До встречи. Проглядты ли бачни сёня, гатоксамы крыху нагадывая вандровки, аутосвын альбунавуд коучсёрфинг. Николи не ведай, что ты знодишь, переходишь из канала на канал, от видео до видео. Коли вам сподобалося подорожничать разом с нами, завитайте на наш сайт. Делитесь, рассказывайте своим сябрам, будьте с нами. С вами была Саша. Приемных вандровок и заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин